и так ну чтож ария рума и маленькие любители покушать у микрофона как всегда ваш поклонный слугам амору и мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную сборочку как stone block 2 в принципе как я люблю это говорить всегда в этом говорю за кадром произошли кое-какие изменения первое и самое глобальное наверное изменение которое было у меня на базе это вот это наше ядро стало немножечко другого цвета это именно то самое ядро которое копит себе всю возможную энергию и сейчас вы можете наблюдать то что он может себе охранить вот такую большую цифру всей рф энергии которую в принципе можно сюда засунуть а может она в себя столько впихнуть энергии только потому что за кадром я его расширил до последней стадии его развитие если я нажму deactivate то как можем наблюдать то что финальный тир этого ядра именно таким вот образом у нас выглядит и стоит он из дракониумных блоков все мы снова это ядро активируем чтобы она не проседал у нас по энергии и если я сейчас зайду во внутрь вы можете наблюдать то что у него прирост аж 3 миллиона рф затек это чуточку больше чем 100 тысяч рф затек которые мы получали благодаря вот этому нашему реактору ну и чтобы достичь таких вот великих масштабов вот таких вот великих высот не пришлось пойти на небольшую хитрость и если мы сейчас повернемся налево увидим вот такой вот небольшой реактор 32 на 32 этот реактор здесь стоит и был построен но сугубо для того чтобы вырабатывать миллионы рф за единицу времени и чтобы заполнить это ядро хотя бы на несколько миллиардов рф которые нам понадобятся в дальнейшем и вот такие вот масштабы нам нужны только для одной ачивки эта ачивка находится у нас непосредственно в вкладочки с project.e и она называется bigspender и эта ачивка нам говорит то что мы должны из стола трансмутации вот такую большую цифру кемсе поместить непосредственно в эту самую ачивку то есть каждый раз когда я кликаю сюда вся энергия емце который у меня есть она помещается сюда и таким образом я должен достигнуть вот такой цифры единственный способ как это достичь без особых мозговложений это скратить балансе клэй если мы с вами увидим крафт это балансе клэя то на его крафт нужно вот столько рф ну и соответственно чтобы достичь такое количество рф нужно гигантское количество вот это вот реактор который здесь и стоит и рано или поздно такое количество этой энергии у нас здесь накопится изначально когда я не дошел до балансе клэя я думал то что у меня получится скрафтить достаточное количество слитков бесконечности того что просто помехнуть их в стол транспутации для того чтобы это все у нас просто перерабатывалась в просто эквивалентной эмце энергии и для этого я сделал такую небольшую ферму то есть стоят тут у нас банально коровы стоят вот эти вот педесталы темные материи которые ускоряют этих самых коров и вся получается жидкость которую они производят попадают непосредственно вот такие вот казины и все это конденсирует у нас в базе драйвер этот способ гораздо медленнее получается по формату я посчитал то что мне нужно будет нескольких реальных дней для того чтобы достичь тех гигантских цифр и в итоге то что построить вот такой вот хоть и большой но безопасный реактор было бы очень времени эффективно нежели вот такие вот фермы строить даже если нагромождать вы в этой серии как я говорил я наверное продолжу выполнять все ачивки которые предоставляет мне эта спорка из самых сложных ачивок наверное осталось у меня две это скрафтить непосредственно спендер который здесь у меня предоставлен убить непосредственно хаус чикина которые здесь у меня также предоставлен и все остальные ачивки просто на крафты ачивки с чикинами и с флюид коровами я выполнять естественно конечно же не буду потому что в этом нет абсолютно никакой необходимости это просто еще время убийства и возможно если будет настроение я это сделаю что же приступим для начала крафта но уже потом будем стараться кого-нибудь убивать ну и что мы можем с вами наблюдать спустя где-то полчаса то что все наши квесты практически на 90 процентов некоторые некоторые уже полностью выполнены экстрим крафтинг полностью у нас выполнен и завершён благодаря тому что у нас безграничное количество непосредственно этих емцы энергии прожить е осталось выполнить всего четыре получается квеста три из них завязан на хаос курицы а последний завязан на количество емцы которые сейчас просто банально копится у нас драконник evolution опять-таки мы уперлись в хаос курицу мистикал агрокультур нас вы выполнены во флюидных коровах наверное остались какие-то квесты которые я не выполнил но особого желания выполнять их и заниматься сейчас таким тупым гриндом у меня нету а вот кстати ветку чикинов получить в любом случае у нас не получится и выполнить а все потому что у нас забагалась ветка квестов и забагалась она в частности из-за вот этого трус коллектора его скрафтить в принципе в нормальной сборке не составило бы больших проблем особенно на основном блоки которые первые ревизия нежели вот этот вот второй то потому что вот здесь вот мы наблюдаем блок или существо которое скрафтить мы не можем ни при каких обстоятельствах это неопознанный объект и все это связано с багом и несмотря на то что у меня последние версии этого сон блока до сих пор никто и этот баг не исправил но по-другому же получить rust коллектор не представляется возможным абсолютно соответственно сборку пройти на 100 процентов мы в любом случае уже не можем что немножко обидно конечно но тем не менее это терпимо в остальном же ветка по курицам она сбалансирована и по ходу достижения финальной курицы мы скрафтили всех которые здесь приходится ветка со сторожем у нас заполнена на 98 процентов все потому что нам необходимо скрафтить black hole коллектор последний блок который у меня нет возможности в данный момент скрафтить а все потому что там нужна пинг слайм ангеты и для того чтобы скрафтить мне приходится выводить здесь в код коров они в процессе размножения и рано или поздно мне этот блок появится и тогда я уже их скрафчу то есть это реализуемо и просто нужно это время но сейчас по идее у нас с вами все готово для того чтобы мы с чистой совестью пошли на хаос чикина хорошо что я когда-то давно сделал себе уже здесь портал войдя в который я смогу очутиться в измерении это для призыва насколько я знаю понадобится яйцо дракон яйцо дракона можно получить с помощью емце с помощью выращивания что в принципе и дел ну или убийством предыдущих тиров этих энергетических курей вот так как получение с помощью выращивания на является самым оптимальным я его и использовал но теперь по идее когда я брошу вот это яйцо в центр вот это вот нашего импровизированного круга наш соответственно house chicken должен призваться вот это вот ограждение которое я строил здесь абсолютно не поможет если я все правильно понимаю он будет рушить у нас любые блоки и вот наконец-то процесс его призыва начинается у нас я надеюсь что он не убьет нас с первого удара хотя у нас как бы броня бога здесь находится и я надеюсь что эта броня позволит нам его убить без особых проблем учитывая то что это существо способно убить нас и в креативе я сомневаюсь что в принципе нам что-либо может здесь помочь я также взял вот этот чикиновый молот надеюсь что это поможет мне пробить его защиту потому что у него будет именно такая же защита как у его предыдущего собрата или сына как я не знаю правильно его назвать о все наконец-то меня получилось пробить его защиту сейчас мы с помощью молота снимаем получается его абсолютно чит я конечно ожидал то что это будет больше похоже на избиение младенца но не ожидал то что он вообще никакого дома там не будет не проносить пытаясь сейчас его застрелить помощью лука отмечал очень эффективно уворачивает ну это и видимо так не работает как я хочу любой мой урон по этой курицы просто ей же и игнорируется я снимаю ищи пытаюсь дамажить этим самым мечом и и вообще после и даже не урона не сношу хотя любого другого моба этим же мечом я убиваю с одного удара этот блин меч как бы из эндгейма должен быть априори сильнее чем вот это вот самая курица который я вообще урона не наношу почему бы и мои удары просто игнорирует окей если не получается мечом должно быть получится луком но луком ней тоже не нашу вообще урона абсолютно никакого вот у нее появляется чит я его сношу я правильно делаю я наношу и урон с помощью моего лука полоска вообще не меняется то есть максимально не меняется кей а нет меняется где и наношу хоть что-то ладно окей нет ладно я что-то есть нашу допустим я сейчас попробую потыкать его вот этим луком может быть это какой-то даст результат потому что это что ты вообще звездец если она сейчас попробует отрегиниться после этого всего то я не знаю уже как и убивать это невозможно ребята это невозможно долго возможно тупо и невозможно не интересно с тобой сражаться курица мне кажется и даже ее уже немножечко дошнит от всей этой битвы я просто сейчас попробовал ее ударить ничем и у нее все резко здоровье улучшилось до этого я долбил ее луком и чем ее бить вообще нельзя мы просто берем с вами длинный лук вот этот наш это молоточек занимаем защиту и просто долго на ее невероятно долго невероятно скучно невероятно однообразно но семьи прям к пилюшечку непосредственно здоровье но это единственный вообще вариант хотя бы какой-то и урон наносить это понимаю то что урон ей ближнем бою наносить нельзя и не получается неужели наконец таки ачивка а почему тебя хп восстановилась я успел даже испугаться что она снова появится хорошо что у этих хаус шардов есть мс я еще раз убивать ее просто нет ну нафиг это просто тупое закликивание тупо я все это время держал правую кнопку мыши летал от нее максимально использовал этот молот свой но я ее победил это хорошо теперь можно наконец-таки отправляться чистой совестью домой и для начала давайте с вами изучим эти хаус шарды в нашем емце все замечательно ну так вот перейдем к же к основному всему что у меня есть и начало для забирают это колоссальный кристалл свой меня тут еще три штучки есть из них я крафт финальную колоссальную звезду омеги и естественная ее изучаю теперь я бы хотел попробовать скрафтить вот это вот стол транспутации в принципе на него уже все у меня готово заключение наверное вот эти вот конденсаторы второго уровня надо будет еще их по накрафтить у них емце к сожалению нет но в остальном я думаю то что у нас все имеется так что в принципе даже я думаю скрафтить это я могу трансмонтационный стол я еще также один за кадром сделал то есть склонированием стала вообще проблем не возникнет ну и так что мы имеем по итогу собрав все буквально ачивочки которые я мог бы собрать storage вкладочку я закрыл полностью все выполнено чекен и корову я уже говорил мистикал агрокультуру тоже заполнено полностью драконник эволюшин осталось наверное только скрафтить непосредственно этот инфьюзер но с этим я думаю тоже проблем не возникнет и с этим мы с вами справимся просто сейчас мне немножечко лениво это сделать в прожеке мне осталось всего 3 ачивки и две из них я уже практически выполнил а экстрим крафтинг мы уже завершили в стонблоке во всем осталось мне всего лишь выполнить две ачивки это убить одного гаста и убить одного зомби пигмена но я думаю то что этим мы будем заморачиваться с вами следующей серии ровно тогда когда будем заморачиваться непосредственно стану крафтом раз он у нас здесь есть его тоже не предстоит изучить и распахать я никогда не играл в эту версию так что я думаю это даже будет интересно вот помимо выполнения всех ачивок я также здесь у нас уже полностью готовый собрал рецепт крафта трансплантационного стола переносимого и уже получается если я вот сюда утыкну я его забираю и все мы даже выполняем с вами ачивочку сразу давайте его в нашем трансмутационном столе который непереносимый его изучаем и сможем всегда его здесь раздублировать и чтобы времени терять сразу давайте с вами скрафтим такой эндер перл супер-пупер какой-то невозможный его тоже мы с вами забираем и вот эти три получается наших вещи которые потребуются нам в крафте книги знаний и эта книга знаний раскроет все рецепты без изучения в нашем трансмутационном столе я надеюсь что это нам естественно поможет в выполнении следующих ачивок если нам такое потребуется но я естественно забыл сказать о том что я все-таки скрафтил ядро хаоса но крафт у нее достаточно простой все эти вещи мы уже заполучили и соответственно я их проблем с этим не возникнет и дистал терту лоу а я надеялся что все у нас получится легко все-таки придется вот эти вот пидестала улучшать ну давайте сейчас улучшим в чем проблема и так пока закинул я непосредственно инжектор наш крафт я хотел бы уточнить один маленький момент по нашей эндер курице для выполнения всех ачивок мне потребовалось еще разочек убить эндер курицу но предыдущего тира то есть не хаотическую а просто дракониум и и когда я попытался ее убить непосредственно нашим мечом мечом космоса мне высветилась примерно такая же надпись и как я понял это не ошибка самой джавы а непосредственно ошибка самого меча и этот меч наоборот усиляет эту курицу и это касается как я понял только непосредственно меча космоса из-за того что я изначально надолбил этим мечом я увеличил ее соответственно жизни и соответственно поэтому мне было ее так сложно убивать и я не отрицаю то вероятность что если бы я этого не сделал то убить ее гораздо было бы легче и я просто сам себе усложнил жизнь но что сделано что сделано и просто на будущее тем кто будет проходить эту сборку ни за что не берите вот такой вот меч на битву с этим боссом просто посмотрите на скорость крафта и это произошло как только я разместил все необходимые ресурсы для крафта непосредственно финальные хаотические эти инжектора получается у нас с таким образом завершается финальный крафт нашего финального инжектора и теперь мы конечно же можем скраптить вот эту книгу знаний и да да и можем ее сразу сюда положить и как только я сюда положил да именно мы с вами разблокировали все возможные инструменты крафты из этих модов и из разных модов и просто мы с вами взяли и все сразу разблокировали даже можем забрать сразу драконий реактор но грубо говоря если округлить то это уже буквально финал сборки генце весь который здесь копится копится буквально с помощью тех коронных ферм и из-за того что он практически есть безграничный безграничное количество этих ресурсов можем отсюда и забирать так что же давайте попробуем все-таки добьем этих гастов и пик зомби чтобы уж не оставлять это на следующую серию и здесь до конца это выполнить то что они не завершены выглядят не очень-то уж классно наконец-то у меня сработала приманка нормально и у меня сквиз здесь не умер перья получается беру отсюда which water и как-то его нужно будет сюда сейчас посадить не знаю каким-то образом давайте в лосо его сначала посадим и теперь гаст привет замечательно мы с вами даже ачивочку с этим выполнили и теперь же давайте то же самое проделаны со звеньей прям с яйцом спавна который я выторговал у жителей и и здравствуйте свинозомби и вас мы тоже убиваем успешно и таким образом я получает столблок полностью завершаю на все сто процентов и остается у нас таким образом получается всего четыре не выполнены к вкладке это чикины коровы project ye с одним квестом и полностью не тронутый даже таункрафт думаю этим всем мы займемся в следующей серии но у микрофона был как всегда ваш поклонный слугам амору еще услышимся ну и как всегда по сложившейся традиции случайного комментатор из предыдущего видеоролика я вставляю на доску почета ну и связи и со форс-мажорный обстоятельствами в этот раз на доску почета попадают сразу два комментатора с непосредственно вот такими комментариями но и я безмерно благодарю комментаторов именно с этими никами ну а также со всеми nick они которые попали на доску почета ну а также напоминают то что любой из вас может попасть на эту доску вам всего лишь нужно оставить случайные комментарии под этим видеороликом ну а на этом все и я не прощаюсь